МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компартия прошла непростой путь с момента организации партии после разгона КПСС, жесткого давления, которое продолжается и сегодня, и в настоящее время является легальной второй позначимости политической силой Российской Федерации. Коммунистическая партия Российской Федерации уже имеет трех региональных лидеров. Это наши губернаторы. Коммунистическая партия Российской Федерации на последних выборах практически вдвое увеличила состав своих депутатов в региональных законодательных органах, и этот процесс продолжается. Потому что, еще раз повторю, идеи правды, идеи справедливости, защитать интересов человека труда, то, что является основой идеологии, основой программы КПРФ, в настоящее время востребованы. Востребованы так же, как и востребован левый поворот. Борьба за власть – это основная функция любой политической партии, и КПРФ ведет эту борьбу на протяжении последних лет. Она становится все жестче, она становится все менее справедливой с точки зрения воздействия и со стороны действующей власти, и со стороны Единой России. Я напомню, что несмотря на то, что наш губернатор Левченко сегодня демонстрирует одни из лучших результатов социально-экономического развития своего региона, он регулярно подвергается информационным атакам про правительственных, а порой и в официальных средствах массовой информации, финансируемых из бюджета. То же самое касается нашего губернатора в Хакасии Коновалова. Несмотря на то, что он пришел, в данном случае был избран большинством населения этого региона, в настоящее время более 300 репортажей негативного характера было размещено, средств массовой информации, повторяю, большинство из них сегодня финансируется из бюджета. Борьба за власть иногда сопровождается открытым нарушением основных законодательных принципов. В частности, в сентябре месяце прошли выборы, в 18-го года прошли выборы в Городскую Думу города Димитровграда Ульяновской области. Это второй по величине город Ульяновской области. И до настоящего времени, несмотря на тотальное преимущество и превосходство депутатов от КПРФ в 20-70-30 в составе Городской Думы, Городская Дума не может избрать главу города. Не может избрать ни потому, что не хочет, а не может избрать потому, что конкурсная комиссия, которая представлена 50 на 50 представителями Городской Думы и представителями губернатора, не может собраться. Представители губернатора болеют, находятся в отпусках, находятся на 40-м курортном лечении и не могут явиться в течение нескольких месяцев на заседание конкурсной комиссии. Город остается без главы. Город с огромными финансовыми проблемами, с нарастающим долгом, порядка 500 с лишним миллионов рублей, с просроченной задолженностью около 195 миллионов рублей, искусственно вгоняется в эту ситуацию, когда ни одно управленческое решение не принимается, когда Городская Дума, несмотря на тотальное превосходство сегодня там представителей КПРФ, не может принять ни одно решение, потому что оно блокируется на сегодня вот этой прогубернаторской администрацией. Со своей стороны мы подготовили обращение и от имени депутатов Городской Думы, и от имени депутатов Государственной Думы на имя президента, с требованием прекратить грубые вмешательства в дела местного самоуправления и позволить на сегодня осуществить, по большому счету, задуманное Городской Думе, избранной, легитимно избранной жителями города Дмитровграда. И, естественно, подобного рода поведения, подобного рода действия со стороны высшего должностного лица недопустимо. Фактически это саботаж, на карту поставлено сегодня все. И благополучие города, и какие-то там коммунальные проблемы, и другие важнейшие нерешаемые годами критические ситуации, и все это сегодня разыгрывается фактически вот на этом поре борьбы за власть. Люди не должны страдать, и если губернатор, в данном случае председатель Едино-России, треском проиграл выборы в городе Дмитровграде, соответственно, он должен уступить место тем, кто эти выборы, во-первых, выиграл, а во-вторых, готов на сегодня нести ответственность за судьбу города. Сегодня на заседании Государственной Думы будет рассмотрено, планируется, что будет рассмотрено 65 вопросов. Это и вопросы экологии, это и вопросы внесения изменений в Трудовой кодекс, и ряд других важных законопроектов, которые, безусловно, фракция КПРФ поддержит. Сегодня же мы намерены внести на рассмотрение Государственной Думы протокольное поручение. Я напомню, что вчера ряд СМИ распространил информацию о, на наш взгляд, абсолютно необоснованных тратах одного из министерств правительства Российской Федерации, связанных с командировками. Я напомню, что по данным СМИ, министр Мантуров тратил бюджетных средств при, естественно, занятии оплате номеров в гостиницах класса люкс, президентских номеров, до 1,3 млн за сутки. Было ряд таких фактов, подтвержденных на сегодня. Сегодня мы, со своей стороны, потребуем от правительства Российской Федерации предоставить информацию об обоснованности таких трат, о том, кто согласовал эти траты, нарушение федеральных нормативов, и самое главное, кто понес за всю эту ответственность. Сегодня будет рассматриваться очень важный законопроект, особенно важный для меня, как депутата от Прибайкальской территории, о смягчении экологической экспертизы для социальных объектов на Прибайкальской природной территории. Этот законопроект, эта тема касается жизнедеятельности полутора миллионов человек. В двух словах о предыстории вопроса. В 2014 году был принят закон о прохождении обязательной экологической экспертизы для всех объектов, в том числе социальных, таких как школы, садики, детские площадки на всей Прибайкальской территории. И после введения этой нормы против нее сразу выступила и общественность, и научное сообщество, и власти Республики Бурятия, и Иркутской области, и граждане. Проблема данной нормы в том, что Прибайкальская природная территория это 200 километров, порядка 200 километров от озера Байкал. И если в центральной экологической зоне, та, которая порядка около 50 километров от озера Байкал, любые, даже самые жесткие экологические требования оправданы, то строительство какой-нибудь школы или детской площадки на расстоянии 100-150 километров от Байкала, очевидно, не может оказать никакого негативного влияния на озеро. Это примерно как если требовать прохождение экологической экспертизы для строительства школы, допустим, в Калуге, на предмет оказания ее влияния на экологию Московского Кремля. Безусловно, это абсурд, но, к сожалению, в таком абсурде проживает полтора миллиона человек. Проблема данной нормы еще в том, что экологическая экспертиза стоит дорого, около полутора миллионов рублей, делается долго, от полугода до года, и поэтому местные власти зачастую не имеют таких денег на прохождение этой процедуры, этой экспертизы, и не успевают строить социальные объекты в срок. И местное население остается без доступа к социальным услугам, поскольку, по сути, дискриминируется. Мы, как депутаты Государственной Думы, неоднократно вносили законодательные инициативы по исправлению этой ситуации. На эту ситуацию обратил внимание и президент Российской Федерации. В августе 2017 года он дал поручение Министерству природных ресурсов внести изменения в законодательство на смягчение экологической экспертизы для социальных объектов на Прибайкальской природной территории. Срок этого исполнения был конец 2017 года, он был нарушен. Законопроект внесен в Госдуму только весной этого года, но даже в том виде, в котором он внесен, он, по нашему мнению, не отвечает на все поставленные вопросы. В частности, там нет самого главного. Это перечни объектов, которые будут исключены из экологической экспертизы. Министерство природных ресурсов обещало нам предоставить этот перечень до первого чтения. Этого сделано не было. На Комитете по экологии мы договорились, что они предоставят нам этот перечень ко второму чтению. Если это сделано не будет, мы будем вынуждены информировать президента Российской Федерации о том, что его поручения срываются. Вместе с тем, вызывает опасения то, насколько медленно правительство исправляет собственные же ошибки по регулированию жизнедеятельности людей в тех или иных сферах. Десовершенство законодательства приводит к тому, что органы местной и региональной власти не могут исполнять свои функции. В частности, не так давно мэр Ольхонского района Иркутской области Копылов был осужден на три года колонии за то, что дал разрешение строительной организации на добычу гравия для строительства дороги, которая, в свою очередь, дорога, спасла от разрешения уникальные Ольхонские степи. Но несовершенство законодательства позволило трактовать его действия как преступление. Это судебное решение вызвало огромный общественный резонанс в регионе. Мы с моими коллегами, депутатами сегодня подписали обращение на имя генерального прокурора с просьбой рассмотреть это судебное решение, эту ситуацию на предмет исполнения законодательства. Подобная же ситуация развивается и с министром лесного комплекса Иркутской области Шевердой. По сути, деятельность этого министра привела к тому, что огромное количество средств было возвращено в бюджет порядка 7 миллиардов. На 50% сокращены незаконные рубки, повышена эффективность работы с пожарами. Но при этом сейчас этот человек находится в СИЗО под последствием. Безусловно, эти случаи вызывают тревогу, потому что несовершенство законодательства сейчас угрожает не только жизнедеятельностью людей, но и их свободе. Деятельность чиновники на местах демотивированы и, по сути, не могут исполнять те функции, которые на них возложены. Поэтому необходим срочный анализ и аудит несовершенства законодательства, исправление этого несовершенства, и в вопросах озера Байкал, и в вопросах в целом экологии лесной отрасли и всех остальных вопросов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова